А следующий доклад я бы тоже прогнозировал, потому что это наша работа. Клиника морфологические особенности рака мочевого пузыря у лиц молодого возраста. В свое время мы заметили, что рак мочевого пузыря помолодел, и решили поискать причины этого. Насколько мы в этом разобрались, вы сейчас услышите. Но, к сожалению, проблема оказалась намного сложнее. И вот результаты, которые мы сегодня представим, и зарубежных авторов, и собственные, они еще больше, так сказать, мне кажется, поставили опросов для дискуссии. Алексей Юрьевич Милев. Добрый день, вы покажете коллеги, вы покажете видео, представляя вашему вниманию докладу клиника морфологические особенности рака мочевого пузыря у больных молодого возраста. По данным эпидемиологии, по данным заболеваемости и смертности в мире за 2012 год, наибольшая заболеваемость и несмертность у пациентов мужского пола. По данным статистики в России, выявлено за 2015 год более 15 тысяч пациентов с летальностью 16,5% на первом году жизни. За 15 лет доля локализованного рака увеличилась значительно, со снижением доли распространенной стадии. По данным статистики заболеваемости Соединенных Штатов, за 2016 год выявлено более 76 тысяч пациентов с 7% пятилетней выживаемостью. Медианно возраст заболеваемости состоялось 73 года. По данным заболеваемости и смертности в странах Европы, первое место по заболеваемости отмечается в Бельгии, наименьшие заболеваемости встречаются в России. По показателям заболеваемости рака мочевого пузыря, в зависимости от возраста, пик заболеваемости относится к возрастной группе от 50 к 80 годам. По данным статики от 2015 года, в период наблюдения с 1998 по 2003 год, изучено огромное количество пациентов. Группа ранжирована по возрасту, младше 50 лет и старше 50 лет. По данному слайду отчетливо видно, что заболеваемость намного ниже в группе на молодой группе. По гистологической характеристике опухоли, в зависимости от возраста и в той и в другой группе, наиболее чаще всего встречается переход на клеточный рак. По расположению опухоли, в зависимости от возраста у тех же самых пациентов, наиболее чаще всего встречается по боковой стенке, в остальном по различиям не выявлено. По стадии заболевания, в той и в другой группе, чаще всего это первая стадия, а в группе пожилого возраста уже нарастает четвертая стадия. По выживаемости, где существенные различия по общей выживаемости и раково-специфической выживаемости, вне зависимости от стадии заболевания, в группе молодого возраста выживаемость намного выше, чем в группе пожилого возраста. По однофакторному анализу выживаемости в зависимости от стадии, вне зависимости от стадии, что первой, что четвертой стадии, выживаемость в группе молодого возраста незначительно выше, чем в группе пожилого возраста. Наиболее частными первичными симптомами при обращении и в той, и в другой группе являлась макро-гематурия. По размерам и количествам опухолей. В молодом возрасте чаще всего размеры опухолей менее 3 см в диаметре и менее 3 см по количеству, что противоположно в группе пожилого возраста. По размеру опухолей более 3 см в диаметре и по количеству опухолей также у них более 3 см. В среднем продолжительности безрецидивного периода также значительные различия. В группе молодого возраста безрецидивный период значительно выше, чем в группе пожилого возраста. Генетический лампшаз. Основные мутации выявлены при раке мочевого пузыря. Данная статья 2014 года. Наиболее часто встречаемой мутацией являлась ген ТП-53 и ген супрессор. Основными потенциально генетическими маркерами рака мочевого пузыря мы выбрали фактор роста фибробластов, при мутации которого рак мочевого пузыря чаще всего протекает с лучшим прогнозом, с низкой частотой рецидивирования. Чаще всего это высокодифференцированные злокачественные образования. При мутации же гена ТП-53, гена ретинобластома, чаще всего это низкой дифференцированные злокачественные образования с худшим прогнозом и с худшей выживаемостью. И также КИ-67, геннекстохимический маркер, при экспрессе которого также злокачественные образования чуть наиболее хуже. В данной статье 2017 года исследователи проверили экспрессию маркеров КИ-67, КИ-20 и КИ-53 в зависимости от возраста. Возраст аранжировали моложе 45 лет и старше 45 лет. В группе пожилого возраста незначительный прирост отмечается экспрессия КИ-67 по сравнению с группой молодого возраста. По остальным существенных различий не выявлено. По молекулярным различиям уротериальных карцином, те же самые исследователи, 118 пациентов, имеются достоверные различия мутации гена МГФ-3. В группе пожилого возраста он встречается намного чаще, чем в группе молодого возраста. А в гене мутации гене ТП-53 существенных различий и в той, и в другой группе не выявлено. Обзор молекулярных исследований, начиная с 1998 года по 2017 год, сделали такие выводы. Экспрессия КИ-67 встречается в порядке более 40%. Мутация гена ТП-53 встречается в молодом возрасте от 5 до 17%. И мутация гена ФГФ-3, фактора роста фибробластов, встречается в порядке более 30%. В связи с этим, по патогенезу рака мочевого пузыря, что, вероятно, проходит мутация гена ФГФ-3, фактора роста фибробластов, что, вероятно, приводит к развитию высокодифференцированного рака мочевого пузыря. А при мутации гена Супрессора ТП-53, что встречается в молодом возрасте, порядка 4,8%, приводит к развитию низкодифференцированной формы. Актуальности исследователя в связи с увеличением числа больных рака мочевого пузыря молодого возраста, недостатком данных выживаемости и прогнозирования в зависимости от иммуногистохимии, генетики, с малым освещением вопросов тактики лечения у данной категории пациентов, с малой частотой использования иммуногистохимических и генетических маркеров с целью прогноза течения заболевания. Целями исследования являлись оптимизация лечебно-диагностической тактики при раке мочевого пузыря у лиц молодого возраста с учетом клиника морфологических особенностей. Задачей исследований являлось выявление клинического течения, изучение морфологических особенностей, оценка прогнозических значений иммуногистохимических и генетических маркеров с уточнением лечебно-диагностической тактики при раке мочевого пузыря у больных молодого возраста. По данным классификации 1963 года, принятой в Киеве, молодому возрасту относится период от 18 до 44 лет. От 45 лет и старше – это средний возраст, пожилой и старший, и долгожитель. Материалами методов исследования являлся период с 2003 по 2015 год. Набрано 100 человек, которые подразделены на две группы. Группа старше 45 лет, средний возраст составил 68 лет, и группа молодого возраста моложе 45 лет, средний возраст составил 35 лет. В каждой из этих групп исследована экспрессия иммуногистохимического маркера Ки-67, сравнивалась менее 10% и более 10%. В зависимости от этого, в каждой из этих групп оценивалась прогностическая мутация генов, фактора роста фибробластов, гена супресса ТП53, гена ретинобластома РБ1. По расположению опухоли, по нашим данным, также по сравнению с другими авторами, чаще всего встречается опухоль в боковой стенке, что в группе молодого и пожилого возраста, и также поражение, выходящее за пределы двух зон и более. По стадиям заболевания. И в той, и в другой группе стадия заболевания являлась первая, с увеличением доли четвертой стадии в группе пожилого возраста. Существенных различий и в той, и в другой группе не выявлено. По размерам опухолей, также по сравнению с другими авторами, в группе молодого возраста размеры опухоли были менее 3 см в диаметре, что противоположно, в группе пожилого возраста диаметры опухоли увеличивались. По количеству опухолей, также в группе молодого возраста чаще всего это были опухоли солитарные, в группе пожилого возраста чаще было это множественное поражение. По гистологической характеристике, существенных различий не выявлено, и в той, и в другой группе встречаются и в артериальный корсен лоу-грид, и хай-грид, существенных различий, и в той, и в другой группе нет. По экспрессии маркеров кишлятия в зависимости от возраста. Незначительное увеличение экспрессии маркеров отмечается в группе пожилого возраста по сравнению с группой молодого возраста. Молекулярные различия в группе с высоким индексом пролиферативной активности отмечаются в высокой мутации гена FGF3, что вероятнее приводит к развитию высокодифференцированной формы раково-мочевого козыра и более лучшим прогнозам из низкой частоты рецидивирования по сравнению с группой пожилого возраста. В группе пожилого возраста с высоким индексом пролиферативной активности увеличивается мутация генесупресса ТП53 из гена Евгения ретинобластома РБ1, что вероятно приводит к более худшему прогнозу и быстрому рецидивированию и худшей выживаемости. По среднепродолжительности безрецидивного периода в зависимости от возраста молодого возраста значительно этот период выше по сравнению с группой пожилого возраста. Выживаемость. Существенные различия выживаемости, что и в общей выживаемости, и раково-специфической выживаемости в группе молодого возраста значительно выше выживаемость в той и другой группе. В связи с этим мы сделали выводы. По клиническим различиям в группе молодого возраста клинический рак мочевого пузыря протекает более латентно, гистологические различия существенно к ней выявлены, с низкой частотой рецидивирования по сравнению с группой пожилого возраста, с высокой пятилетней выживаемостью вне зависимости от стадии заболевания. По размерам количества опухолей, чаще всего одиночные опухоли, меньше 3 см в диаметре, иммуногистохимический индекс пролиферативной активности незначительно ниже, чем в группе пожилого возраста. По генетическим различиям чаще всего встречается мутация лонкогена ЛГФФ3 при низкой частоте мутации ДНТП-53, что вероятно приводит к более высокой выживаемости и низкой частоте рецидивирования. Спасибо за внимание. Вот так слышно, да? Вот у вас показано различие по частотам в мутациях, да, в гене МГФР3, соответственно, которые вышли с молодого возраста, и П-53РБ1 у пожилых, да? Но мы же с вами знаем, наверное, что мутации, точковые активирующие мутации в гене МГФР3, это то, что характерно для поверхностных немышечно-инвазивных форм, да? А в то же время мутации П-53РБ1 – это как раз та черта, которая характерна для исходно-мышечно-инвазивного рака мучевого пузыря. То есть не может так быть, что просто в группе пожилых пациентов частота исходно-мышечно-инвазивного рака выше, поэтому мы и чаще видим там РБ1 и П-53, то есть насколько их можно вот в этом контексте считать именно прогностическими маркерами. Спасибо за вопрос. То есть тут получается такая казуистика, в зависимости от стадии вроде бы существенного различия не выявлено, и там, и там отличаются мышечно-инвазивные формы, но все-таки в чем зависимость высокая выживаемость и несколько частота рецитивирования? Тут четкие грани мы не имеем. Ясно. Спасибо. Спасибо за прекрасно структированное сообщение. В общем, выглядит как засчитана дезертация. Мы знаем, что в зависимости от возраста некоторые локализации опухоли, онкопроцессы протекают по-разному. Опухоли желудочно-инвазивного тракта в молодом возрасте более агрессивные, раньше убивают опухоли щитовидной железы, раньше убивают и более агрессивные в пожилом возрасте. Здесь единственный критерий поставлен возраст молодой или другой. Вместе с тем была разница сказана, значит, в материале. В молодом возрасте в этой группе 50 человек меньшее количество опухолей и они меньшего размера. Но мы знаем, что если опухоль растет и количество его больше, экспрессия онкомаркеров в определенных случаях тоже больше и протекает он тоже тяжелее. Вы определяли отсутствие влияния вот этого фактора, именно количество опухолевых узлов и их размеров или только возраст имеет значение? Спасибо. Спасибо за вопрос. Мы еще также изучали методы лечения, но, к сожалению, не удалось еще вставить его в доклад. Вероятнее всего, с учетом того, что опухоли, они одиночные, чаще всего менее 3 см в диаметре, и молодые пациенты чаще обращаются за медицинской помощью при появлении симптомов, удается более радикально выполнить оперативное вмешательство, как тушь стенки мочевого пузыря, по сравнению с группой пожилого возраста. Вероятнее всего, что в группе пожилого возраста опухоли, с учетом их объема и количества, не удается более радикально убрать эти опухоли, и остаются остатки опухоли с разъединением рецидивов. Спасибо. В группе молодого возраста четвертая стадия вставлялась в соответствии с классификацией ТНМ, встречались также отдаленные метастазы и в легких, и в печени. У двух пациентов отмечались метастазы в легких. В группе молодого возраста двум пациентам выполнена радикальная цистектомия, которые в последующем скончались от развития осложнений. Радикальная цистектомия, один пациент погиб в итоге за 5 лет, но в настоящее время живо 45 пациентов. Благодарю вас за доклад. Скажите, встречались ли случаи первично-множественных опухолей и какие? Спасибо за вопрос. Первично-множественных опухолей не встречалось в группе молодого возраста. Чаще всего были это уктилярный карцинол. Спасибо. Так, будут еще вопросы? Спасибо. Спасибо.